приветствую дорогие друзья сегодня очередное и очень интересное интервью ну что давайте знакомиться как вас зовут кто вы откуда всем добрый день меня зовут Татьяна Овчинникова мне 68 лет я из Санкт-Петербурга Татьяна Павловна знаете я давно замечаю только самодостаточные хорошо ухоженные женщины смело заявляют свой возраст спасибо хорошо Татьяна Павловна 68 лет ну я шутя говорю знаете практически 79 через 10 лет да хоть тут немножечко а во сколько лет вы пришли в компанию Reflame компания Reflame пришла в 58 лет в 58 лет вы пришли сейчас там 68 соответственно 10 лет на этом бизнесе да то есть вы уже давно в директорском составе да скажите пожалуйста вот вопрос да каково это но все-таки давайте говорить правильно в 58 лет да принять такое решение то есть кардинально да то есть внести изменения в свою жизнь какие рекомендации дадите тем кто думает тоже об этом осознанно пришла потому что хотелось почему Reflame почему пришла хотелось яркой жизни насыщенной жизни хотелось окружение потому что очень люблю людей общительно активно хотелось чтобы исполнились мои мечты желания а их было очень много и это действительно так это здесь происходит если желание сильные делать для этого что-то ну в общем вот это наверное у меня самый таки мощные двигатели того что я пришла в бизнес хорошо а что изменилось давайте так вот прям на уровне даже материальных вещей конечно изменилось ходе так заявила я к этому шла и я все дело для этого так ну во-первых жизнь круто повернулась я уже поменяла не так скажем ни одно место жительства квартиры меня я даже сейчас на данную ну может быть я ошибусь внутри то точно вот из одной области из одного города перебралась другой и следующего в тот который мечтала еще со студенческой поры то есть санкт-петербург но давайте конкретно то скажем вы жили в городе котельнички в этой области потом переехали в городе киров и из города кирова уже перебраться я так понимаю следующий город это или ну это было бы красно есть такие мысли я поняла что вот с арифлеем однозначно я поняла что можно жить и в россии в любом городе такие мысли тоже есть почему можно и северной столицы перебраться какой красивый город на юге а можно уехать за границу и вот у меня мысль часто швеция потому что когда-то была я там неоднократно я стокгольме я влюбилась в этот город красивейший город мира и таком если было присмотреть и даже посматривали на частные замки где можно жить круто такие мысли тоже были и они принципе остаются я понимаю что это реально к этому идти надо быть уверенной все делали для этого кто будет делать я очень хорошо помню вас когда вы впервые самостоятельно приехали на семинар из котельничьев чебоксары я помню насколько это было немножко стресс для вас но он должен быть я благодарна тому стрессу я благодарна дочери 1 2 как они меня отправляли они молодцы я теперь спасибо говорю за тот стресс который я пережила он не помог преодолеть столько и наверно потому я результат на лицо как говорится во всех отношениях внутренне и внешне и сейчас да я вот вас свобода говорить о переезде уже в швецию путешествие какие сразу повидались компании ну в первую очередь осуществились мечты страстные мечты моей жизни даже не предполагала но такое случилось это рим италия и франция париж неоднократно если не ошибаюсь раза 4 я была уже в швеции влюблена страну собственно стокгольм стокгольм просто меня воодушевил и вдохновил и тем более это родина арифлейм это так здорово какие рекомендации дадите тем но все таки вот да кто в возрасте кто считает что он в возрасте немножко ссыкотно может быть да менять что-то в жизни очень часто слышу от людей вот своего поколения которые говорят уже поздно уже все устоялось зачем ну не принимаю такую позицию хотя немножечко может быть чем-то даже сама когда-то была такой но однозначно мы же человек же не дерево мы же должны чему-то стремиться в этой жизни а значит мы и должны менять я только с такой установкой шла и всем говорю что-то делать для себя не жди что кто-то за тебя сделал но если ты так говоришь значит тебя все устраивает я только так рассуждаю значит устраивает какие сейчас мечты есть то что можно я прямая да есть личные а вот какие еще мечты вы бы хотели осуществить даже стерео сложно сказать меч много но по поводу того что коли я страстный путешественник то я очень была первой знаете хочу сказать я хотела увидеть бы нашу россию у меня уже в мечтах записано столько регионов россии я думаю что это все можно осуществить все по сути дела вот даже сейчас когда перебрали у вас сюда вместе приехала здесь старшая дочь мои наставники я мы уже здесь путешествуем часто и вот я всему как ребенок радует боже мой если вы не арифлей я бы этого не знала я бы этого не видела поэтому это здорово вот путешествовать обязательно я знаю помимо путешествия у вас еще есть мечта где-то вы там кого-то какого-то за миллион рублей актер хотите да может быть это было и наивно когда-то прозвучало да но нет не актер это певец есть у меня кумир я очень хорошо помню еще может быть начало даже этого века он был в кирове со своим концертом я туда специально тогда уже поехала да я уже в общем то точно знала арифлей у меня уже дочки по крайней мере наталья точно была и я тогда решилась преподнести ему шикарный букет и признаться ему в своей любви ну как певцу и вообще он мне очень нравился и поэтому я была просто в восторге и дальше вот уже в арифлей у меня такая мечта была дар мне помогал ее так скажем поддерживать чтобы но открыть звание хорошее звание и обязательно пригласить этого певца ну по ходу жизнь стоит на месте у меня кое-какие мысли в этом плане однозначно что пригласить не может быть в отношении певца что-то и другое что-то другой меня поражает конечно вот этот масштаб да то есть вот это вот жизнелюбие жизнерадостность вот этот настрой ну и плюс конечно же хотя на полу не ощущение что вы повернули время вспять в реально должны кажется по сравнивали нет фотографии 10 конечно конечно ей сама себе говорю что я сама с тобой разговариваю думаю боже мой ведь время же назад пошло во всех отношениях друзья время идет назад и когда смотрим в зеркало на себя а это только будучи в oriflame с oriflame происходит просто чудеса на самом деле явные и поэтому явно видишь но уж фотографии смотрят тут даже как небо от земли ну а в плане здоровья друзьями чем человек старше же мы знаем как это бывает людям старше возраста тяжело когда они чувствуют себя неважно вы знаете я наоборот скажу что у меня здоровье с oriflame просто как это в этом случае говорят но она ну вот она при этом со мной потому что сама такая потому что желание жить радоваться не знаю каждый день раскрашивать яркий край это от меня зависит я это делаю уверенно я уверена прекрасная жизнь будущем здоровом счастливом красивом долголетие к этому иду вот на это и приглашаю спасибо большое под этим видео будет ссылочка на социальные сети татьяна павловна кому откликается история татьяна павловна не чувствуете хочу в команду татьяна павловна берете в команду конечно я и молодежь приглашаю я с любым возрастом работаю я этого не боюсь тем более такие наставники меня здесь же мы не одни это ж не в одиночку работа здесь помогают все спасибо я уверен что вам спасибо встретимся и будем поздравлять татьяну павловну с новыми достижениями спасибо большое